Здравствуйте! Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции продолжает свое вещание. Ситуация на 10 апреля следующая. Пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся в центральной районе больницы города Гудаута и продолжают получать лечение. Их состояние без отрицательной динамики. За прошедшие сутки на коронавирусную инфекцию было тестировано 11 человек. У всех у них результат отрицательный. В очередной раз призываем граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и без острой необходимости не выходить из своих домов. В целях защиты жизни и здоровья граждан предотвращение распространения в Республике вируса COVID-19. Исполняющий обязанности президента утвердил дополнительные меры, которые предусматривают запрет нахождения на улицах, набережных, площадях, парках или иных общественных местах. Между тем, эти ограничения будут распространяться не на всех жителей Абхазии. К примеру, в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, следование к месту или от места работы, которое допустимо в режиме ЧП, доставки продуктов питания лицам старше 60 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания. Не подпадает ограничение на совместное, но не более двух человек, следование на машине к месту приобретения товаров, а также индивидуальное и совместное нахождение в общественных местах лиц, проживающих в одном жилом помещении. Если где-то кто-то говорит о том, что нельзя вообще выходить, то это неправда. Конечно же, выходить можно, можно выходить, и вообще даже медики говорят, что надо выходить и дышать воздухом тоже. И в этом плане, даже в этих ограничительных мерах, даже есть такой пункт, что в индивидуальном порядке в общественных местах находится муж. Ну, например, даже если просто выйти и зайти к себе домой, ну кто, об этом запрета нет. Если был бы запрет, что вообще никому выходить и так далее, мы бы это видели бы в этом решении. Поэтому речь идет именно о том, что все-таки ограничение нахождения в парках, скверах там, на набережной и так далее, но если это в индивидуальном порядке, то это может. Даже в этой норме есть такой момент, что жильцы одного дома, напротив них парк, то если даже выходят, то понятно, что они могут выйти одновременно несколько, допустим, жильцов. В этом плане тоже есть разрешение. Но нужно соблюдать еще и те меры, которые ранее были, так сказать, предложены. Это дистанция, это средства индивидуальной защиты. От этого никто не отказывается. Под ограничения также не попадают представители силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и социальной сферы, работники аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб, волонтеры, лица, обеспечивающие функционирование объектов банковской инфраструктуры, а также органов государственной власти. Граждане, которые не будут соблюдать данные меры, первым делом получат предупреждение, но в случае второго нарушения должны будут оплатить штраф в размере трех тысяч рублей. Для тех, кто находится на самоизоляции, сумма нарушения будет сразу пять тысяч рублей. Находящиеся под наблюдением врачей заплатят десять. А вот граждане, больные коронавирусом, должны будут оплатить двадцать тысяч рублей. Особое отношение с точки зрения ответственности, особо по тем лицам, которые нарушают, ну скажем, режим карантина, или же те, кто с подозрением могут быть на, так сказать, носителя данной вирусной инфекции, или же те, кто больны. По ним тоже. Вот раньше у нас не было нормы, вот как действовать, если, допустим, вышеназванные лица будут не соблюдать режим такой. И сегодня эта норма уже есть. Если, вы же понимаете, что если просто граждане, и так получилось, что они где-то собрались, то их на первый раз предупреждают, значит, повторно уже штрафуют. Штрафы, ну, штрафы, кто скажет, может, небольшие, но на самом деле для нашей действительности достаточные штрафы. Размер три тысячи или пять тысяч, десять, пятнадцать, о которых говорится в распоряжении, да, это ощутимые штрафы. Самый большой штраф предусмотрен за распространение в СМИ, а также в соцсетях, недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. Для граждан сумма составит 15 тысяч рублей. Должностные лица должны будут оплатить 30, а юридически 50. Однако, как отмечает Гиви Габния, исполнение этой меры может вызвать определенные сложности. Думаю, что все-таки эти меры, которые сейчас уже озвучены, и наши граждане будут все-таки и читают, и понимают, все-таки для них это тоже будет какое-то давление, чтобы все-таки не нарушали. Я не говорю о том, что вот обязательно, чтобы нарушители мы их будем штрафовать. Нет. Сам момент, что такое право есть у соответствующих органов, это уже будет многих останавливать. Конечно, сложности могут быть с точки зрения реализации, с точки зрения взимания вот этих штрафов. Но эти сложности ни в коей мере не сегодня появились. Эти сложности по, так сказать, осуществлению наказания в такой сфере, в административной сфере, они у нас есть в общем, в нашем государстве. Это общие сложности, но в любом случае они реализуемы. И для нашего, так сказать, гражданина будет понятно, что есть такие органы, которые это могут сделать, наказать и реализовать, значит, вот эти виды наказания. Следовать таким, пожалуй, непростым, новым ограничительным миром призвал граждан республики. Депутат парламента Астамура Аршба. Призываю всех вас строго соблюдать меры безопасности, не только лично, но и постараться оградить своих близких от болезней. Есть несколько несложных правил. Первое – это строгое соблюдение правил карантина. Второе – это немедленное обращение к врачам в случае проявления симптомов. И третье – не поддаваться панике и страху. Ориентируйтесь на информацию из официальных источников. Не распространяйте слухи и домыслы. Ситуация контролируемая. И все вместе мы способны с ней справиться. Действовать данный декрет о дополнительных ограничительных мерах начнет с нуля часов 11 апреля и продлится до конца режима чрезвычайного положения. Исполняющий обязанности президента продлил каникулы в образовательных учреждениях при остановлении деятельности кружков, секций и ряд других мер, внеся дополнение в распоряжение о мерах по реализации указа о введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия. В тексте документа, в частности, говорится. Пункты 17, 18, 20, 21, 22, 23 и 24 изложить в следующей редакции. 17. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций, за исключением силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и социальной сферы, аварийных, спасательных и коммунальных служб, банковской сферы. До 20 апреля 2020 года сократить до минимума нахождения работников на рабочих местах с сохранением заработной платы. 18. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций, До 20 апреля освободить работников старше 60 лет от выполнения трудовых служебных обязанностей без ущерба для работы производства с сохранением заработной платы. Рекомендовать руководителям частных учреждений, предприятий и организаций до 20 апреля освободить работников старше 60 лет от выполнения трудовых служебных обязанностей без ущерба для работы производства с сохранением заработной платы. 20. Приостановить деятельность детских дошкольных учреждений до 20 апреля. 21. Продлить каникулы в школьных образовательных учреждениях до 20 апреля 2020 года. Отменить ежегодные переводные экзамены в 4, 8 и 10 классах. 22. Приостановить занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в среднепрофессиональных образовательных учреждениях Республики Абхазия до 20 апреля. 23. Приостановить деятельность образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных залов секций до 20 апреля 2020 года. 24. Приостановить до 20 апреля посещение гражданами культовых объектов территорий религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала религиозных организаций. Соблюдение режима самоизоляции сегодня является основным способом снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом заявила главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева, которая вновь призвала граждан находиться дома и соблюдать карантин. Здравствуйте, уважаемые сограждане. Сегодня я хотела бы вам вновь напомнить о важности соблюдения режима самоизоляции, соблюдения режима максимального разобщения людей. Мы понимаем, что все устали, все устали находиться дома, все устали от того, что неопределенность вот такая эпидемиологическая существует. Но тем не менее, в очередной раз мы вас просим, пожалуйста, находитесь дома. На сегодня режим самоизоляции является основным способом снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией. Пока у нас есть всего лишь два случая. Мы хотели бы, чтобы так и осталось, и эти люди выздоровели, и больше никто не заболел. Да, мы причиняем вам неудобства тем, что какие-то объекты закрываются, какие-то объекты переводим в режим торговли непривычной для вас, необычной. Может быть, это затрудняет вашу торговлю. Но это позволит остаться здоровыми и вам самим, и вашим сотрудникам, и жителям нашего города. Поэтому мы будем продолжать такие проверки, продолжать убеждать вас в том, что это необходимо. Все медики нашей республики сейчас работают в режиме усиленного внимания, чтобы не пропустить больного с коронавирусной инфекцией. Поэтому мы все вместе, все медики нашей страны просим вас, помогите нам, пожалуйста. Оставайтесь дома. Считаем важным обратить внимание на то, что предпринимаемые в условиях угрозы пандемии защитные меры ни в коем случае не должны приводить к нарушению основополагающего принципа уважения человеческого достоинства. Об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека в республике Абхазии Асиды Шакрыл. В документе, в частности, отмечается. 30 марта по телевизионным каналам и в социальных сетях демонстрировались персональные данные гражданки республики Абхазия, у которой был обнаружен COVID-19. Фотография ее заграничного паспорта стала достоянием всего общества. К сожалению, и второй случай заболевания также сопровождается подобной истерией. В социальных сетях распространяется видео из больничной палаты, где содержится больной. Подобные действия являются нарушением основополагающих прав этих граждан. Согласно статье 14 Конституции Республики Абхазия, каждому человеку гарантировано право на свободу частной жизни, личную и семейную тайну, защиты чести и достоинства. Омбудсмен призывает власти республики, государственные и частные СМИ, а также всех жителей Абхазии соблюдать законодательство и не допускать нарушений прав человека. Кроме того, призывает Генеральную прокуратуру республики, как орган, осуществляющий надзор за исполнением законов, пристально следить за соблюдением прав человека и законности в условиях режима чрезвычайного положения. А депутатов Народного собрания, парламента республики и другие субъекты законодательной инициативы начать работу над законодательством о защите персональных данных в Республике Абхазия, а также эффективных мер ответственности за их противоправное распространение. За время действия введенного комендантского часа на территории Гагарского района с 20 часов 9 апреля по 7.00 10 числа сотрудниками подразделений МВД республики совместно с УВД по Гагарскому району выявлено 70 нарушений установленного режима. Задержанные лица были отпущены в 7 часов утра с гражданами. Проведена профилактическая беседа, сообщает пресс-служба МВД. За управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения составлены административные протоколы в отношении трех водителей. Комендантский час в Гагарском районе введен 8 апреля в целях предотвращения распространения в Абхазии коронавирусной инфекции COVID-19. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в рамках финансируемой Европейским союзом программы Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов передала 11 моторизированных опрыскивателей в распоряжение руководителя санитарно-эпидемиологической службы Абхазии Людмилы Скорик. Опрыскиватели будут использоваться санитарными службами для дезинфекции помещений и транспортных средств для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 в Абхазии. Опрыскиватели будут возвращены районным агрономам и Министерству сельского хозяйства, как только данная угроза здоровью исчезнет. Информация правоохранителей. Генпрокуратура обжалует решение об освобождении Мизана Зухба в президиум Верховного суда. 30 марта решением Верховного суда, обвиняемым в совершении посягательства на жизнь сотрудников милиции, Мизан Зухба был освобожден из-под стражи в зале суда. Пресс-служба МВД распространила информацию о намерении Генеральной прокуратуры по получению мотивированного определения обжаловать в президиум Верховного суда решение суда. Коллеги в МВД оперативный состав, а именно сотрудники ОУР УВД по городу Сухум, непосредственно признанные потерпевшими по уголовному делу, возбужденному по факту посягательства на жизнь сотрудников милиции и незаконного оборота огнестрельного оружия, группа лиц в отношении четырех граждан надеются на принятие высшей инстанции справедливого решения, говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел. Министерство обороны Республики Абхазия призывает отдельных граждан воздержаться от высказываний несоответствующих действительности. Как в частности отмечается в сообщении на сайте Минобороны, в социальной сети Facebook, используя имя добровольца героя Абхазии, полковника в отставке Мухаммеда Бли, некий аноним выставил публикацию, в которой приводит высказывания несоответствующей действительности, тем самым вводя общество в заблуждение. В этой связи убедительно просим воздержаться от высказываний и заявлений, которые носят провокационный характер, отмечается в сообщении силового ведомства. Кроме того, в Министерстве обороны Абхазии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции организована работа по обеспечению и сохранению санитарно-эпидемиологического благополучия среди личного состава вооруженных сил. Как рассказал Абснепресс начальник пресс-службы Минобороны Ролан Джоджуа, пока действует ЧП, увольнения для солдат запрещены, чтобы не допустить проникновения вируса извне. У военнослужащих сейчас тоже карантин. Для этого принимаются все необходимые меры. В частях проходит регулярная дезинфекция помещений, уборка. Солдаты обеспечены необходимыми средствами дезинфекции и неукоснительно соблюдают принципы личной гигиены. Посещение воинских частей родными военнослужащих возможно только в экстренных случаях. Также начальник пресс-службы сообщил, что все масштабные учения с выходом из части перенесены. Помогать сколько будет необходимо. 20 марта начал свою работу штаб волонтеров Абырк, что в переводе с абхазского означает «человек почтенного возраста». Главная цель – доставка лекарства одиноким, больным, пожилым людям по всей Абхазии, что особенно актуально в дни карантина. Инициатор и руководитель проекта – доцент Агу, директор культурно-благотворительного центра «Мир без насилия» имени Зураба Ачба Далила Пилия. О том, кто входит в волонтерский штаб и какую именно помощь оказывают ребята, расскажет Анастасия Никонова. Волонтерский штаб Абырк сформировался 20 дней назад в Сухуми. По словам его руководителя, доцента Агу Далилы Пилия, главная задача волонтерского движения – доставка лекарств одиноким, больным, пожилым людям по всей Абхазии, что особенно актуально в дни карантина. Важно отметить, что волонтерский штаб Абырк покупает необходимые средства за счет самих людей, которые обращаются за помощью в штаб. К сожалению, отмечает Далила Пилия, денежных средств у волонтеров-студентов недостаточно. Это движение распространяем по всей Абхазии. Дали объявления по телевидению, дали объявления многие наши активисты уже в сети передали. У нас нет материальной возможности. У нас есть огромное желание бесплатно принести любое лекарство, которое вы закажете. Мы вас соединим с аптекой, где мы будем брать это лекарство. Она скажет, сколько это стоит. Представители волонтерского движения Абырк активны в каждом городе нашей страны. Так, в столице помощь оказана более 30 пожилым людям. Кроме того, сухумские волонтеры помогают в доставке продуктов подопечным благотворительной организацией Киараз. Мы совместно с Центром гуманитарных программ оказываем помощь пожилым и одиноким людям в предоставлении лекарственных средств. На сегодняшний день мы оказали помощь более чем 30 пожилым людям. Помимо этого, наша группа Абырк оказывает волонтерскую помощь благотворительной организации Киараз в предоставлении продуктов питания малоимущим и одиноким пожилым людям. По последним данным, благотворительная организация Киараз помогла уже более 200 нуждающимся людям по всей территории Абхазии, преимущественно по городу Сухум. Волонтер движения по Чемчирскому району Вероника Тарба отмечает, что поначалу ребята ограничивались доставкой лекарств одиноким пожилым людям, но со временем их благие дела поддержали ряд организаций, магазины и просто граждане, которые обеспечили волонтеров продуктами питания для нуждающихся. Но, как выяснилось, в реальности при выполнении данной задачи выполнялась и другая задача, а именно предоставление указанной категории граждан продуктов питания. Пользуясь случаем, хочется выразить благодарность всем тем, кто встал рядом. Это фонды, организации, отдельные лица и оказали помощь при выполнении нашей задачи. Отдельное спасибо. Аналогичная ситуация и в Питсунде. Ребята из движения Борг стали активом общегородского волонтерского движения. Их также поддержали неравнодушные граждане города-курорта. Так как они не могут выйти из своих домов, мы им поставляем продукты, медикаменты. И в дальнейшем мы будем также их мониторить. Пользуясь случаем, хотим сказать спасибо огромное волонтерам Республики Абхазия и всех стран. Спасибо огромное администрации города Питсунда за то, что быстро откликнулись на данную беду. Спасибо депутату парламента Беслану Алексеевичу Смыр. Спасибо всем неравнодушным гражданам Республики Абхазия. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Делайте добро, и оно к вам обязательно вернется. В Галском районе работают пять волонтеров движения. По словам Вахтанга Убири, молодые люди обеспечили необходимыми лекарственными средствами более 20 одиноких пожилых людей. Мы оказываем помощь одиноким пожилым людям, закупаем им медикаменты и продукты на их средства и приносим им домой. В данный момент наши волонтеры оказали помощь более 20 человек, если бы точно 21. При оказывании помощи были соблюдены все меры безопасности. Учитывая ту ситуацию, которая находится сейчас в стране, это необходимо. Также мы будем продолжать работу, потому что все больше люди обращаются к нам. И хочу воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить нашу команду, которая, не покладая руку, работает безвозмездно. Спасибо им большое. Волонтерское движение «Бырк» также поддержали Гагра, Гулырыпш, Новофонд, Уорчалы, Гудаута. В городе Герои помощь оказана более 30 пожилым людям, отметил волонтер Баграт Багателия. Очень многим сейчас приходится весьма непросто. В первую очередь это пожилым людям, которые не имеют возможности выходить для того, чтобы приобрести необходимые им лекарства. Нелегко сейчас и остальным жителям, и многодетным, семьями, людям, оставшимся без работы. Но я хочу отметить тот положительный факт, что многие жители нашей страны проявили неравнодушие и сплоченность в такой ситуации и решили помочь своим согражданам. Но еще положительный тот факт, что многие люди лично вкладывали свои средства для того, чтобы помочь согражданам. Сами же развозили продукты питания и лекарства на своем транспорте и проделали весьма большую работу. Вот так ребята из волонтерского движения «Бырк» активны как в своей, так и в других благотворительных и волонтерских организациях. Сколько будет длиться карантин и чрезвычайное положение в стране, пока точно неизвестно. Но молодые люди отмечают, что будут оказывать помощь столько, сколько это будет необходимо. Анастасия Никонова, Абазатова. Секвойя как символ памяти. Сад Победы высадили волонтеры в Сухуми на территории 13-й школы. Мероприятие приурочено к 75-летнему юбилею Великой Победы. В нем приняли участие сотрудники представительства Россотрудничества в Абхазии, союзах казачьих и русских организаций, волонтеры Победы. Поддержали их Управление образования столичной администрации посольства России в Абхазии и компания «Амобайл». Подробности у Марьяны Котовой. Во дворе школа номер 13 в городе Сухум по улице Чанба закладывают сад памяти, посвященный 75-летию Великой Победы. Мероприятие планировалось провести в немного в другом формате. Здесь должен был состояться праздник с песнями, танцами, чтением стихов. Но планы пришлось изменить из-за карантина и чрезвычайного положения в республике. 75 лет назад, как и сейчас, ни один человек на земле не чувствовал себя в безопасности. Но все же люди продолжали думать о будущем. Семилетний Георгий сажает секвою. Это дерево великан и долгожитель. Гоша надеется, что саженец приживется и через много-много лет будет напоминать ему о его детстве. Деревья станут большими, что аллея вырастет. И еще что, я буду вспоминать, что это дерево было меньше меня, а потом оно будет выше меня. Всесаженцы местные. Прорастали они из абхазских семян и в здешних условиях. Виды сорта деревьев для посадки выбирали по науке и под руководством ученых. Учитывая время года. Деревья выбирали не мы. Мы очень признательны директору Абхазского научно-исследовательской опытной станции, лесной станции, Лейба Виталию Датиковичу, который сам со своими сотрудниками, исходя из уже времени года и условий посадки, подобрал деревья, которые можно посадить и которые будут украшать школу. 55 тысяч жителей Абхазии отправились защищать родину от фашистов в 41-45 годах. 17 430 из них погибли. Чтить память бойцов каждый год, приумножая символы их славы, задача нынешнего и будущих поколений. Так считает глава Росотрудничества в Абхазии Вадим Чеха. Эти деревья послужат основой для формирования такого сада, который, как мы надеемся, будет объектом для того, чтобы школьники, как они выйдут с карантина, ухаживали за ним, вспоминали о событиях, связанных с 75-летием Победы, но и в целом поддерживали вот эту благоприятную память о Великой Отечественной войне. Инициаторы акции – волонтеры Победы, а организация, существующая в Абхазии два года. Ребята, по их же признанию, занимаются подобными проектами, чтобы поддерживать память о событиях Второй мировой. Школьники, участвуя в этом процессе, вовлекаются в эту всю атмосферу празднования. При этом всем они понимают, что это память, о которой нужно говорить, о которой нужно помнить. И для нас важно, чтобы эта память не была искажена, потому что на сегодняшний день мы живем в таком веке, когда проходит, так скажем, информационная война. Школы, где будут разбиты сады Победы, выбирали в столичном управлении образования. По словам директора 13-й школы, новость о том, что в их дворе будут высаживать молодые деревья, стала приятной неожиданностью. Мы были очень рады, что предложили именно нашей школе. Мы находимся здесь на периферии, нас особо никто не замечает. С удовольствием мы приняли это предложение. Образовательные учреждения для посадки садов организаторы акции выбрали не случайно. Волонтеры Победы и все те, кто поддержал акцию, уверены, что дети должны расти в атмосфере добра и щедрости. А посадить дерево и следить за тем, как он растет, цветет и плодоносит – самый легкий способ создать ее. Бытие определяет сознание, то есть в каком дети растут в мире, тот мир они дальше воспринимают. То ли это заброшенные какие-то строения, то ли это красивый двор, красивый сад. Поэтому большое значение. Тем более это молодежь, все, что связано с молодежью и с ее воспитанием, с культурой. Это надо поддерживать, на мой взгляд. По замыслу организаторов сажать деревья сегодня должны были ученики 13-й школы. Но карантин скорректировал планы. Теперь школьникам предстоит самое главное – уход за деревьями. Мария Анна Котова, Турникамич, Бааба, Затове. Печальная весть. Полицовет Коммунистической партии Абхазии извещает о смерти заслуженного работника науки республики кавалера ордена Ахзапша третьей степени Виктора Евгеньевича Александрова и выражает искренние соболезнования родным и близким. Александров в послевоенной Абхазии с 1994 по 2014 годы являлся председателем Республиканского комитета профсоюза работников образования, науки и учащейся молодежи. И снова о COVID-19. Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу. Как сообщает РИА Новости, тестовая проверка на иммунитет с SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать того, что при введении массового тестирования выяснится, что 70% россиян уже переболели и могут выдохнуть, главный санитарный врач ответила отрицательно. Нет, ожидать этого абсолютно точно не стоит. И мы этого не ожидаем, и поэтому все меры, порой кажущиеся очень жесткими, сегодня принимаются, подчеркнула она. Попова также рассказала, что из общего количества инфицированных почти четверть не имеют симптомов, и заболевание у них не развивается. То есть они носители или совсем незаметно протекает болезнь, заявила глава Роспотребнадзора. При этом она отметила, что пока неизвестно, формируется ли иммунитет у таких бессимптомных и транзисторных носителей вируса. Кроме того, она призвала носить маски при выходе на улицу. Мнение зарубежных ученых. Коронавирус не живет на поверхностях. Результаты исследования команды вирусолога Хендрика Штрека из Хайнсберга полностью перевернули представление о путях передачи новой коронавирусной инфекции. Тщательно обследовав квартиры зараженных коронавирусом COVID-19 в городе Хайнсберге, где эпидемия началась раньше других немецких городов и где много заболевших, ученые пришли к выводу, что на поверхностях жизнеспособных вирусов нет. Ни на дверных ручках, ни на кнопках сливных бочков, ни на кошках вирусологи команды Хендрика Штрека вирусы не обнаружили. Даже в домах, где были инфицированы все, не нашлось ни одного жизнеспособного вируса на поверхностях. Чаще всего заражения происходили на танцах, вечеринках и праздниках с большим количеством гостей. Заразиться в парикмахерской супермаркете, магазине одежды согласно Штреку невозможно. И вирусолог недоумевает, почему с супермаркетом можно работать, а парикмахерские магазины одежды должны быть закрыты. Экология и позитивные последствия пандемии. Спутник показал, как коронавирус очистил небо над Европой. Данные спутника Sentinel показали резкое сокращение выбросов диоксида азота над Европой. На распространенных Европейским космическим агентствам снимках показана разница между загрязнением атмосферы над Италией и Францией в марте 2019 и 2020 года. Насыщенный красный цвет указывает на области с высокой концентрацией токсичного газа. Подобные сокращения замечены над Германией, Испанией и другими странами. Диоксид азота антропогенного происхождения попадает в атмосферу прежде всего в результате сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания. На время строгого карантина дороги в Европе пустуют, что и привело к сокращению вредных выхлопов. Ранее ученые заявили, что пандемия COVID-19 может привести к крупнейшему снижению выбросов углерода после Второй мировой войны – до 5%. Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, в выходные дни 11 и 12 апреля в республике переменная облачность, дождь, временами сильные дожди, в утренние часы туман. Температура воздуха ночью 9, днем до 13 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи в эфире и добрых нам вестей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова